Провести вечер пятницы можно интересно использовать для своего кругозора. В Ульяновске пройдет Ночь искусств. Ленинский мемориал и входящие в его комплекс музеи приготовили много интересного. Гараж СССР «Ретро-мототехника» пополнил свою коллекцию новым автомобилем. Им стала собранная вручную капля. Уникальная трехколесная миниатюрная машина, созданная заслуженным деятелем цирка СССР Николаем Мундингером. Еще до войны, в 30-е годы, создал аттракцион мотогонки по вертикальной стене. Он сам был мотогонщиком, он сам был мотоциклистом, он сам любил технику, можно сказать, жил техникой. И, собственно, сам на мотоциклах взбирался на эту вертикальную стену. И он создал шесть штук таких машин именно для цирка. И в 70-е годы, уже когда, опять же, возраст, уже на закате, можно сказать, своих дней, он решил собрать машинку для себя, для того, чтобы самому на ней ездить по городу. Этим автомобилем и стала необычная капля. В фонд музея ее передал сын циркача, фото-журналист Леонид Лазарев. Долгие годы она стояла у него во дворе на пеньках. Поэтому с обретением нового дома ее ждала годовая реставрация. 4 ноября во всей красе ее впервые смогут увидеть посетители музея «Гараж СССР» ретро-мототехника. Гостям, пришедшим полюбоваться уникальным самодельным автомобилем, расскажут об искусстве реставрации на примере мотоцикла М-72. Он считается, скажем так, с этого мотоцикла все началось то массовое послевоенное производство. И чем он знаковый, чем он в историю, во-первых, это известная такая, известная марка, или, как сейчас выражается в обменном языком, лейбл, да, Урал, такие мотоциклы с колясками делают, именно которые использовались не только в советской милиции, действительно наставили свой след и в геологоразведке, скажем так, и в советской армии, и потом стал продаваться простым бражам с 1954 года. И чем его, скажем так, примечательно, в отличие от остальной ретро-мототехники, представленной в нашем павильоне, эта марка до сих пор производится. Ночь искусств в Ленинском мемориальном комплексе будет посвящена реставрации. Ход ремонта реставрационных работ и звуки органа можно будет увидеть и услышать в здании Ленинского мемориала. Дом музея Ленина расскажет о трудностях реставрации в 20-е годы прошлого века. Квартира семьи Ульяновых будет ждать гостей, чтобы пройтись по улицам Старого Симбирска. А в реставрационной мастерской поговорят о сохранении бумажных изделий. Выставочный павильон оружия подвига удивит занятиями для детей, история русской криптографии. Более подробно об экскурсиях и времени проведения можно узнать на сайте Ленинского мемориала. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.